1 Коринфянам 11 глава 2 Коринфянам 12 глава 2 Коринфянам 12 глава 3 Коринфянам 12 глава Не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божий и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. 1 Коринфянам 12 глава. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов. Иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобно» или даже голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее. Иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. 1 Коринфянам, 13 глава. Я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же, лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пробывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 14 глава Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И бездушные вещи, издающие звук свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнать, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире? И ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец, так и вы. Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина скажет «Аминь» при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано «Иными языками, иными устами буду говорить народу сему». Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет «Истина, с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много-трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а проще пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первые молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Ибо неприлично жене говорить в церкви, разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. 1 Коринфянам 15 глава. 2 Коринфянам 15 глава. 3 Коринфянам 15 глава. «И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делает крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущую, а последний Адам есть душ животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царствие Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит. И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти и грех. А сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 16 глава При сборе же для святых поступайте так, как я установил в царквах галатийских. В первый день недели каждый из вас, пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь, пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое и широкое дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегая его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте! Стойте в вере! Будьте мужественны, тверды! Все у вас да будет с любовью! Прошу вас, братья! Вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш труд успокоили. Почитайте таковых! Приветствует вас церкви осийские! Приветствует вас усердно в Господе Акила и Прискила с домашней их церковью! Приветствует вас все братья! Приветствуйте друг друга святым целованием! Мое Павлова приветствие собственноручно! Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.